Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Трудно отыскать в России студента, не отмечающего свой праздник 25 января. Несмотря на то, что история даты своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Более 100 лет молодежь придумывает новые способы, чтобы поздравить однокурсников. Сегодня в кресле гости Андрей Кашаев, ректор Рязанского института развития образования. Своё студенчество хорошо помните? Расскажите хотя бы немножко. Да, очень хорошо. Я был студентом, хорошим студентом. Курс у нас был потрясающий, очень интересный. Многие работают в школах, связали свою жизнь с образованием, некоторые в бизнесе. Но нам очень повезло, повезло своими преподавателями, потому что, вы знаете, вот в рамках столетия вузов вспоминали Рязанского государственного университета, вспоминали своих преподавателей, вспоминали историю факультета. И могу отметить, что все вот эти звездные имена, которые были, связаны с нашими судьбами. Я всегда читал научно-исследовательские работы, первоисточники читал, и для меня было интереснее по этим публикациям, по этим изданиям работать. Я постоянно работал в архивах, когда мы изучали историю нашего Отечества. И, конечно, вот эта практика, она помогает и на сегодняшний день, и как работать за бумагами, так и в целом. Вспоминаю, конечно, археологическую практику, потому что вот это вот общение очень такое тесное, хорошее и очень интересное. Ну, с такой точностью вы, наверное, работали и в должности декана, да? Ну, да. На самом деле, я прошел все ступеньки в системе образования. Не был только директором школы, на самом деле, и ректором вуза. Это правда, что вы знали всех студентов? Сегодняшняя моя работа, она восполняет определенные пробелы в моей биографии. Я действительно был первым деканом факультета дневного обучения нашего политехнического института. Я знал всех. У меня вот был 921 студент, как я сейчас помню, и каждого я знал, и все знали, естественно, меня. И если ты хочешь получать хорошее качество образования, именно и обучение, и воспитание, и развитие, то, безусловно, мы говорим о пристальном внимании каждому студенту. Это желание не просто помогать, это желание развивать людей. И всегда, знаете, различия такие, всегда я делал между студентами разных вузов, но всегда считал, что вот студенты политехнического – это самое лучшее. Почему? Потому что там всегда был очень такой и контроль, и сотрудничество, и формы студенческого самоуправления. При этом были отлажены эти все вопросы. И, конечно, это вело к очень хорошему результату всегда. Да, я был деканом факультета дневного обучения, кстати, и заведующим кафедрой, поэтому имею самое непосредственное отношение и к сегодняшнему дню. А много Татьяна у вас было? Вспоминаются какие-то личности особенно яркие? Все Татьяны – это люди интеллектуальные очень, дамы, и многие из них… Очень активные, мне кажется. Кстати, многие из них имеют очень самое прямое отношение к образованию, к студенчеству. Мы видим, что в сфере образования, в сфере молодежной политики, вообще в социальной сферы Татьяны очень много. Ну, у нас министр молодежной политики Татьяна Евгеньевна Пыжонкова. В Татьяне день, день студенчества. Безусловно, каждый из Татьяны – это еще и фактически праздник, это именины. Недавно вы стали ректором РИРО. Расскажите, как вам работается на новой должности, с чего вы начали? Рязанский институт развития образования – это тот институт, который является такой центром основным на протяжении многих уже лет, является основным центром переподготовки и повышения квалификации в системе образования и не только. Институт очень уважаемый, институт, который имеет свою давнюю историю и развивался на протяжении многих лет. Сегодня требуются определенные подходы к тому, чтобы связать потребности нашего региона. И мы не говорим только об учительстве, мы говорим о широком спектре специалистов, которые могут проходить подготовку в нашем институте развития образования. И, на мой взгляд, наиболее важная сейчас тема, над которой мы все работаем, это как повышение качества, так и абсолютное удовлетворение тех потребностей, которые стоят перед специалистами, перед организациями города Рязани и Рязанской области. Мы всегда, скажем так, для меня очень важно, как для руководителя, это системный подход, чтобы мы заложили очень серьезный фундамент для дальнейшего развития. Самое главное, что задел есть, задел очень хороший, профессиональный состав очень высокого уровня. И мы считаем, что, причем этот высокий уровень характеризуется даже не столько, может быть, научными степенями и званиями, сколько опытом работы в системе образования. Потому что, согласитесь, что если мы говорим о подготовке студенчества, то, безусловно, это та квалификация, которую они приобретают, но они приобретают впервые. Там теории и практика на половину, даже больше теории превалируют. Если мы говорим о подготовке и повышении квалификации, то мы, о переподготовке, то мы говорим все-таки о системе постпрофессионального образования, либо на уровне второго образования. И здесь люди всегда будут оценивать все курсы, всю систему повышения квалификации через призму собственного опыта. Они уже люди опытные в основной своей части. И, безусловно, для нас это является и серьезной такой рамкой, серьезным уровнем, к которому мы должны придерживаться обязательно. Работа очень интересная в этом плане. И есть куда стремиться, есть над чем работать. В этом году мы составим уже в обозримом будущем план на несколько лет вперед развития Рязанского института. Это пока небольшой секрет. Да, мы над ним сейчас работаем. И я считаю, что у нас все получится. На самом деле очень интересно. И этот интерес, он прежде всего у любого человека, у меня как руководителя, и у тех сотрудников, которые работают и связаны с Рязанским институтом развития и образования. Этот интерес, он именно дает и силы, и дает нам возможности говорить о позитивных направлениях и о развитии. И мы обязательно, для меня очень важна также и обратная связь с теми, кого мы обучаем. На что, кстати, родители просят обратить внимание? Потому что я, как обычный житель, замечаю, что в наше время было гораздо меньше репетиторов каких-то дополнительных занятий. Сегодня они буквально с первого класса начинают получать какие-то дополнительные уроки. Почему? Ну, дело в том, что у нас немножко требования и система, она немножко разнится с вузовским образованием, потому что все-таки мы работаем взрослыми. Со школьниками работаем в плане подготовки к тем же самым единому государственному экзамену или к экзамену по курсу основной школы. Но требования, конечно, везде одинаковые. Это то, чтобы ребенок пришел, значит, вышел на экзамен, в конце концов, сдал его, был развитым. В любом случае мы говорим о качестве по всем направлениям. И они хотят, каждый из родителей хотят, чтобы ребенок получил качественное образование. Также и здесь, в системе переподготовки мы говорим о качестве. Мы говорим, чтобы специалисты, которые приходили в РИРО и проходили через систему переподготовки и повышения квалификации, придя в школу, придя в свои учреждения, они могли сполна и с хорошим настроением... Чтобы их самих было достаточно для программ. Вот мне кажется, это первоочередно. Вы знаете, вот их самих достаточно... Это очень тяжело. Почему? Потому что система мира, она очень меняется. Другое дело, что дать алгоритм, сделать системным учебный процесс с их стороны. Но тут зависит от фантазии педагогов. Мы снимали таких педагогов, которые действительно им памятник можно ставить. Тут, конечно, зависит все от квалификации. Но то, что они должны эту систему понять, принять и ее использовать, которая давала бы возможности и самообразованию, безусловно, это, в общем-то, те потребности, которые адресуются и к взрослому населению, взрослым специалистам, да, и, безусловно, к участию в школах. Я попрошу вас поздравить всех студентов, всех Татьян, пожелать им что-нибудь из нашей студии. Ну что же, дорогие Татьяны, дорогие Рязаночки, от всей души поздравляю вас с именинами. И всех студентов также поздравляю с большим нашим общим праздником. Потому что мы всю жизнь учимся, мы все всю жизнь являются студентами. Слово student, студент, и слово study, изучать, это однокоренные слова. Поэтому век живи, век учись. Поэтому все мы, независимо от возраста, являемся студентами. И День Татьяны, и День Российского студенчества, это наш общий большой праздник. Всем здоровья, счастья, радости от всего, что вы делаете, от тех людей, с которыми вы общаетесь. Спасибо за эти 10 минут. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире.